Механическая бритва. И брейся, сейчас брейся, 67-й год. Она младше меня на 5 лет. Так эмоционально и с большой любовью коллекционер из Мамонтова Виктор Зайцев рассказывает о предметах из Советского Союза. Говорит, советский дух он впитал с молоком матери. Сам долгое время работал в аппарате райкома Комсомола. Спустя два десятка лет после развала СССР начал собирать все, что хоть как-то напоминает дорогое прошлое. В Мамонтово меня уже мужики не пускают в гараж, потому что я обязательно что-то увижу и что-то выпрошу. Когда задают вопрос, что это стоит, я поворачиваюсь и ухожу. Проходит некоторое время, люди сознательно осознают, приносят. Иногда приходишь, просто-напросто на крыльце стоит коробка, написано Виктору Зайцеву, и там есть что-то, материал. Так с миру по нитке набралось свыше 5000 экспонатов. Здесь вам и коллекция утюгов начала 20 века, фотоаппараты военных лет, бюсты вождя пролетариата и даже школьная парта из прошлого. Женщина на два года постарше меня и просто-напросто села за парту, встала и заплакала. Ностальгия. Я говорю, Валя, что с тобой? Она говорит, видите, вот перед глазами сразу появился весь первый класс, а половины нет уже. Ностальгия взрослым, ликбе с молодым. Главная цель выставки. Бывают такие случаи, что вот у меня в будущей ленинской комнате портрет Володи Ульянова, юного, мальчик кучерявый. Вот написано Владимир Ульянов, молодой человек, 26 лет, говорит, а кто это? Я говорю, ну это Ленин. Поворачиваюсь к нему тупо в глазах. А-а-а. Здесь два больших зала. В первом тематические экспозиции. К примеру, утюги от угольных до электрических. Во втором чисто ленинская комната с пионерской комсомольской атрибутикой. В планах третий зал. Рабочий кабинет в стиле 50-х годов. Стулья, радиола, речь Сталина на виниловой пластинке. А сесть за стол? Можно сесть за стол, посидеть, собрание провести. Официальное открытие выставочного зала состоится в ближайшее время. К слову, заглянуть в прошлое можно совершенно бесплатно. Брать плату за вход Виктор Зайцев не собирается. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.